Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Чингис Мамедов, известный эксперт из Азербайджана. Здравствуйте, господин Мамедов. Добрый вечер, Михаил. Приветствую вашу и вашу аудиторию. Ну что же, господин Мамедов, я вам благодарен за это приветствие. И давайте с вами обсудим пресс-конференцию, которую дал сегодня премьер-министр Никола Пашинян. Просто тезисно, да, то есть, скажем так, наиболее интересные моменты. Начнем с того, что премьер-министр Пашинян предположил, что при сохранении нынешнего формата переговоров на тех принципах, на которых они основаны, перемирие, может быть, точнее, мирный договор может быть достигнут уже к ноябрю этого года. Верите ли вы, что мирный договор к ноябрю этого года будет подписан между сторонами? Трудный вопрос. Я думаю, что вряд ли кто-то сейчас может на это ответить утвердительно, потому что даже в самой пресс-конференции Пашиняна он говорит, что есть несогласованные пункты. И вот эти несогласованные пункты, они самые важные, потому что вот на протяжении последних трех лет, с тех пор, как ведутся мирные переговоры, разные варианты мирного договора обсуждаются, и все время говорят, там разные проценты, 90% уже обговорено, там 80%. Но я думаю, что если не обговорено все, то остальные проценты не имеют значения. Здесь с азербайджанской стороны, конечно, два очень важных условия, и я думаю, что эти условия, во-первых, справедливы, во-вторых, как раз они могут обеспечить устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном. Эти два условия, которые мы с вами уже, Михаил, обсуждали, то, что, значит, декларация независимости, и второе, значит, беспрепятственный проезд для азербайджанских грузов, для азербайджанского населения между двумя частями Карабаха. Вот это самое главное. Я не знаю, вот в какой стадии находятся эти два вопроса, в какой стадии обсуждения. Я думаю, что вот эти два вопроса будут основными в ответе на вопрос, можно ли будет до ноября месяца достигнуть подписания мирного договора. Вот короткий ответ мой будет точен. Скажите, пожалуйста, как вы, собственно, оцениваете позицию премьер-министра Пашняна, которую он сегодня высказал, и которая, собственно, связана с его оценкой геополитики Армении? В частности, он считает, что в интересах его страны, то есть в интересах Армении, углубление и развитие добросоветских отношений с Грузией и Ираном, управление, уменьшение, обнуление вражды с Турцией и Азербайджаном и региональная транспортная интеграция с установлением экономических связей, их углублением и развитием. Согласны ли вы с этой формулой? Во-первых, Михаил, очень интересно наблюдать за, скажем, трансформацией Пашняна как руководителя государства. Это тот самый человек, который на протяжении шести лет, пять лет тому назад он заявлял, что Карабах – это Армении, точка. Потом признал, что Карабах является частью Азербайджана. А сейчас, кстати, идет еще дальше и предпринимает шаги, которые принимаются в штыки со стороны части армянского общества. То есть с этой стороны очень интересно наблюдать за его траекторией. И, конечно, хочется, чтобы эта траектория в конце концов привела к установлению мира между Арменией и Азербайджаном. Сегодняшняя пресс-конференция, она привлекла мое внимание несколькими чертами. Ну, во-первых, конечно, это хорошее месседжи, что он призывает, значит, делает разницу между отношениями с Ираном и с Грузией. Это естественно. С одной стороны, и с Турцией и Азербайджаном с другой стороны. Потому что, ну, это не секрет, что вот на протяжении очень продолжительного времени Турция и Азербайджан считаются в Армении главными, ну, скажем так, недругами, мягко выражаясь. Но здесь я хочу обратить внимание на слова, потому что, вот мне кажется, Пашинян, решая одну проблему, вернее, пытаясь, даже не решая, пытаясь решить одну проблему, создает невольно и другие. Потому что, я думаю, что надо подбирать более тщательно. Вот смотрите, я читаю буквально, я не знаю, правда, насколько перевод верный, но я посмотрел несколько источников, скорее всего, перевод верный. Вот смотрите, силы, которые требуют прекратить дегимитацию, при содействии некоторых внешних сил, сделают все для оккупации новых территорий Армении. Используют это для политических изменений в Армении без выборов, то есть установят мариотенточный режим с последующим де-факто и де-юре упразднением Армении. Теперь обратите внимание, я хочу законцентрировать ваше внимание, при содействии некоторых внешних сил сделать все для оккупации новых территорий Армении. Ну, Россия не граничит с Арменией, Турция не собирается, так сказать, не находится в состоянии войны, Грузия и Иран тем более. Значит, это опять, так сказать, обвинение Азербайджана в каких-то агрессивных действиях, причем, обратите внимание, для оккупации новых территорий Армении. Какие территории Армении оккупированы, Михаил? Даже если принять во внимание, что Азербайджан захватил какие-то высоты, ни один населенный пункт Армении не оккупировал Азербайджаном, ни один населенный пункт. Я подчеркиваю, ни один. Может быть, какие-то неделимитированные зоны, все остальные. То есть, вот Пашинян, пытаясь, так сказать, найти точки соприкосновения, сблизить позиции с Азербайджаном, вот создает такие, закладывает новые мины. Вот как он может после этого рассчитывать на поддержку большинства населения? Потому что силы, которые противодействуют ему, очень большие и сильные. Это, прежде всего, армянская церковь, которая уже в открытую, потому что Баграт Классоцинян, он сказал, что он пользуется поддержкой всей армянской церкви. Это его личная позиция. И вторая, значит, это диаспора, которая находится за пределами Армении. Вот для того, чтобы преодолеть эти две большие силы, ему надо заручиться поддержкой большинства населения республики Армении. Но вот если он говорит, что уже оккупированы новые территории Армении, как он будет дальше строить диалог со своим обществом? Это первое мое замечание. Второе, я обратил внимание, что есть какой-то психологический надрыв в том, что он подменял. Есть символизм, вы знаете, символизм в истории, особенно в межнациональных отношениях, в межгосударственных отношениях, даже лучше сказать, играет очень большую роль. Мы помним, что сделал Гитлер, где он подписывал, так сказать, перемири с Францией, якобы после поражения Франции во втором войне. В Венском лесу. Да, да, в Венском лесу нашел тот вагон, где Германия в свое время подписала, так сказать, капитуляцию после Первой мировой войны. И вот я в этом контексте читал внимательно, какие слова использовал Пашинян. Пашинян был, скорее всего, очень ранен психологически, что он участвовал в прошлом году в инаугурации Путина. И за это он критиковался в армянском обществе. Не инаугурация, не инаугурация, а в параде победы. Параде победы. Параде победы, извините, совершенно верно. Не инаугурация, извините, это машинально. В параде победы 9 мая, как раз я к этому веду. И сегодня в интервью он затрагивает этот вопрос. То есть, если бы его это не касалось, он это не упомянул бы. Он упомянул сегодня, что не обязательно каждый государственный лидер, причем он говорит, каждый государственный лидер должен участвовать в каждом, так сказать, праздновании 9 мая. То есть, вот это показывает, что он психологически ранен. Это меня настораживает, как азербайджанца, который хочет, чтобы на самом деле установился мир между Азербайджаном и Арменией. Дайте я закончу, извините. Это важно. Потому что, что значит, если он прибегает таким, а символизм здесь есть, он дает пресс-конференцию сегодня, перед отлетом на собрание Евразес, которое будет завтра, где Армения председательствует. То есть, я начинаю думать, а какие мысли он испытывает по отношению к Азербайджану, нет ли фашизма. Потому что, все-таки, соглашение 9 ноября 2020 года, это тоже было своего рода, воспринимается армянским обществом, как своего рода, так сказать, поражение или уступка. При этом забывается, что Азербайджан не оккупировал Армению. Вся война шла на территорию Азербайджана. И 9 ноября, это, скорее всего, не поражение Армении как государства, это, скорее всего, восстановление какой-то справедливости и освобождение азербайджанских территорий. Бывают такие парадоксы. Армения просто в свое время подумала, что она может, так сказать, захватить, претендовать. Ну, выяснилось, что у Армении нет на это ресурса. То есть, вот, представлять надо это таким образом, а не говорить о оккупации новых территорий Армении. Это очень нехорошие симптомы, Михаил. Кстати, к чести президента Ильхама Алиева, он не присутствовал на параде победы в прошлом году. В отличие от премьер-министра Пашняна, коллегия на это правда, не было премьер-министра, точнее, не было президента Алиева на параде победы. Это было очень важно, потому что тут нужно расставлять точки над «и». Любой парад победы, который сейчас проходит в Москве, уносит абсолютно политический характер, уносит антизападный характер и, самое главное, уносит антиукраинский характер, потому что этот парад происходит в момент российской агрессии против Украины. Так вот, президент Ильхама Алиев не приезжал на парад победы 9 мая в Москву, а премьер-министр Пашнян приезжал на этот парад, и это тоже, ну, правда, и это часть политической ответственности премьер-министра Пашняна. Но больше того, да. Совершенно верно, Михаил, это вот как раз важно, потому что почему я говорю, что Пашнян коснулся в пресс-конференции этого вопроса? Это показывает, что несмотря на всю трансформацию Пашняна от того, как человек, который сказал «Карабах – это Армения» и точка, и вот до человека, который признал, что Карабах – часть Армении, у меня возникают сомнения. А хочет ли этот человек на самом деле мира с Азербайджаном? У меня возникают сомнения. Знаете, у меня есть тоже очень много сомнений, кроме одного, где у меня точно нет сомнений. Пашнян, приезжая в прошлом году в Москву, он не просто так приезжал, он знал, что для Путина важно было, чтобы как можно больше лидеров государств были с ним 9 мая на Параде Победы, потому что это как бы легитимировало его агрессию против Украины. И Пашнян пошел на это, он приехал в Москву, он считал, что он сделал Путину большое одолжение, он считал, что он Путину подсобил, и Путин ответил Пашняну черной неблагодарностью, как считает Пашнян, как бы внутри себя. И это тоже правда, но если вы с этим не согласны, напишите в комментариях, с удовольствием почитаем. Но, что интересно, премьер-министр Пашнян заявил о том, что сейчас с оппозицией ему возглавляет католикоз всех армян, и бенефициаром движения конечного этого является Роберт Кочарян. То есть, опять же, тот же самый пресловутый Карабахский клан. То есть, получается, что против Пашняна образовывается франда, то есть, состоящая из старых реваншистов Карабахского клана. Только, знаете, я что не понимаю, а почему этот реваншизм поддерживает церковь? Это очень хороший вопрос. Дело в том, что армяне долгое время были лишены государственности. И армянская церковь, она выполняла роль такого государственного органа, негосударственного государственного органа, потому что она отвечала за образование, были приходские школы, она отвечала за здравоохранение, то есть, были какие-то лечебницы при церкви. Она была таким органом, институтом, вернее, институтом, который сохранял армян как этнос на протяжении очень долгих столетий. Поэтому у армянской церкви есть заслуги перед армянским обществом. Это нельзя отрицать. Но при этом именно нынешняя армянская церковь Эчмиадзина, она была возведена в ранг самого главного института армянской церкви, именно Российской империи, после того, как был захвачен Южный Кавказ. И по сравнению с Эчмиадзином, когда легко, значит, в Константинополе, в Истамбуле, как выражают, кстати, те, кто не хотят использовать его в Истамбуле, и другие, которые существуют на Ближнем Восточном. То есть уже на протяжении более чем двухсот лет есть очень крепкая связь между армянской церковью в Эчмиадзине и российскими институтами власти, в том числе и какими-то секретными службами. И для кого не секрет, что даже во время Советского Союза, для того, чтобы продвигать какие-то цели коммунистического, представляете, коммунистического правительства Советского Союза, оно шло на тайные переговоры, на тайные сделки, были совместные операции, при которых использовалась армянская церковь, которая была очень активна во многих странах Ближнего Востока и не только, и даже в Западной Европе. Поэтому вот эта связь, она существует. И сегодня, конечно, Россия, которая не очень довольна пашинянам, она использует все свои ресурсы, включая армянскую церковь в Эчмиадзине. Смотрите, то, что сделал Пашинян на этой пресс-конференции, это фактически «иду на вы» называется в политике. То есть когда вещи называются своими именами, то есть когда, по сути, Пашинян противопоставил себя католикозу. То есть мы понимаем, что это конфликт. То есть в свое время подобный конфликт был в России, когда с одной стороны был Ельцин, с другой стороны был Хасбулатов, председатель Верховного Света России, и вице-президент Рудской. Все это закончилось тем, что вице-президент Рудской, Хасбулатов, они были низложены, и на несколько месяцев попали в тюрьму. Но то были случайные люди, которые были обязаны Ельцину своим выдвижением, несмотря на то, что у них закружалась голова. Но то, что мы сейчас видим в отношениях между Пашиняном и католикозом, это очень серьезная история, потому что по мере приближения к мирному договору настроения не будут обостряться. Ведь очевидно, что может так сложиться ситуация, при которой просто это поставит под сомнение стабильность внутри Армении, чего, в принципе, мне кажется, меньше всего хотели бы видеть соседи Армении, нестабильная Армения. То есть то, о чем говорит Пашинян. Противостояние с католикозом – это путь к нестабильной Армении. То есть то, в чем заинтересован Карабахский клан. Как вы считаете, становится ли католикоз в своей критике Пашиняна, и возможно ли будет, скажем, достичь договоренности между Пашиняном и католикозом? – Хороший вопрос. Я думаю, что, во-первых, это не новая история. Противостояние между светской властью, то есть властью Пашиняна и армянской церковью Эчмиадзина началось буквально вот с первых дней. Вернее, оно усеялось после поражения Армении в первой Карабахской войне, потому что светская власть, то есть Пашинян понял, что надо, чтобы избежать последующих трагедий, надо идти на мир с Азербайджаном. Но армянская церковь Эчмиадзина, она вот, помните это самое знаменитое выступление Пашиняна, что надо отказаться от исторической Армении в пользу реальной Армении? Но я бы даже сильнее сказал, но Пашиня не мог использовать этот термин, я бы сказал, отказаться от мифологической Армении в пользу реальной Армении. Вот армянская церковь Эчмиадзина, она является жрецом мифологической Армении. То есть вся ее сила, вся ее даже доходы, влияние на армянское общество держатся вот на этом. Они жрецы мифологической Армении. И Пашинян на самом деле сейчас находится в трудной ситуации. Я скажу, что у него другого выхода не было, потому что ему обрявлено фактически вот то, что сделал Баграт Калстанян своим походом, и то, что он сказал, что он поддерживается руководством армянской церкви Эчмиадзина. То есть уже объявление войны было сделано со стороны церкви, не со стороны Пашиняна. Пашинян просто принял вызов. Другое дело теперь, какие ресурсы? Давайте посмотрим, какими ресурсами обладает каждая из сторон. На стороне армянской церкви Эчмиадзина, во-первых, это уважение народа, потому что армяне религиозные, независимо от того, где они живут. Именно потому что армянская церковь играла большую роль в их истории. Армяне, где бы они ни жили, они ходят в армянскую церковь. То есть это один, так сказать, скажем, козырь армянской церкви. Второе – позиция диаспора армянская. Армянская диаспора, в основном позиция армянской диаспоры, особенно в России, но и также во Франции, в Соединенных Штатах, они все-таки солидаризируются с армянской церковью, не со светской властью. На стороне Пашляна – это, значит, здравомышлящее руководство его окружения, и те армяне, которые не хотят войны, хотят примирения с Азербайджаном. Это нормальная, здоровая позиция, но теперь возникает вопрос, у кого больше сил, потому что здесь еще есть очень много иностранных игроков, потому что, например, не только позиция России, очень часто говорят, что Россия, естественно, Россия стоит за силами, которые хотели бы устранить Пашляна, но, как это ни странно, позиция такой страны, как Франция, тоже не способствует укреплению власти Пашляна. Это вот очень интересно, но она не способствует. Позиция Ирана, с одной стороны, они, конечно, хотели бы, чтобы вопрос между Арменией и Азербайджаном решился бы мирным путем, причем, опять же, так, как они хотят, то есть без восстановления коммуникации между Насичеванью и Азербайджаном, они считают это, так сказать, противоречащими интересами Ирана, но, тем не менее, они все-таки, я думаю, что в настоящее время они больше на стороне Пашляна. Вот здесь интересный парадокс. С одной стороны, Россия и Иран в одном тандеме, но вот в вопросе Пашляна их позиции расходятся. Иран все-таки, мне кажется, больше на стороне Пашляна. Ну, позиция Турции здесь ясна. Турция хочет мира между Арменией и Азербайджаном. Конечно, на условиях Азербайджана, но все-таки они за повестку мира. Вот теперь посмотрим, посмотрим, какие ресурсы Пашляна. Будем смотреть, как говорится. Спасибо вам большое, господин Мамедов, за это интервью. Друзья, я напомню, что с нами был Ченгиз Мамедов, известный эксперт из Азербайджана. Пожалуйста, друзья, подпишитесь на канал, поставьте лайк, комментарий. Вы также можете финансово помогать YouTube-каналу. Это Илья Рапонлайн. Это очень важно для развития этого канала, для продвижения, для становления контента на этом канале. только за сегодня вот три очень интересных в какой-то степени сенсационных интервью. Поэтому, видите, работа кипит и буду благодарен вам за поддержку. Спасибо большое, господин Мамедов, и до новых встреч. Спасибо. До свидания, Михаил.